Девчонки, всем огромный привет! Сегодняшнее видео про то, как я делаю свой маникюр. Это видео-запрос оставила моя подписчица, я с удовольствием для вас его выполняю. Итак, перед собой вы видите те продукты, те лаки, вообще все, что я буду использовать для сегодняшнего маникюра. И, значит, поехали. Сначала я начинаю стирать свой старый маникюр, вы его у меня уже видели. Для этого мне нужны ватные диски и также мне нужна жидкость. Жидкости я использую от Вио, а ватные диски, ну, они и есть ватные диски, вы можете использовать любые. Итак, поехали. Итак, после того, как вы стерли свой лак, у нас получаются вот такие вот с вами очищенные ноготки. Поскольку у меня сейчас кутикула очень такая, ну, некрасивая, видите, заусенчиков очень много, в общем, некрасивая. Поэтому мы будем использовать сейчас вот такие щипчики. Также будем использовать вот такой шабер, чтобы отодвигать нашу кутикулу. И мы будем использовать вот такой вот кокосовый крем, который поможет нам размягчить нашу кутикулу. То есть сначала мы наносим крем на кутикулу, потом немножечко ее отодвигаем и обрабатываем щипчиками. Все очень просто. Поехали. Да, и, конечно же, подпиливайте ноготки по возможности, по ситуации. То есть смотрите, как у вас по форме, подлиннее, покороче. Подпиливать я сегодня, в принципе, не буду, если где-то только по бочкам. У меня две вот таких вот пилочки. Одна пилочка идет от Танго, которая 240 на 320, а другая пилочка я ее покупала в Ашане. Она подходит, в принципе, и для нормальных ногтей, для естественных, и для искусственных. Ну что, ноготки я уже обработала. Полностью обрезала кутикулу. Аккуратнее всегда старайтесь обрезать кутикулу, потому что ее очень можно легко повредить. Поскольку с кремом она не такая мягкая, как, например, когда вы распариваете ее в ванночке. И еще один момент. После того, как вы полностью обработаете свои ручки, поскольку я сейчас обрабатывала вот с этим кремом, который я вам показывала, обязательно чисто-начисто с мылом до скрипа их вымойте. Иначе, если вы будете наносить на жирную поверхность ногтя лак, он просто у вас весь слезет моментально и долго не продержится. И перед нанесением основного лака сейчас я буду использовать защитную базу для ногтей. Это у меня будет база вот такая от Фаберлик. Я ее очень люблю, в принципе, всегда использую. И с ней лак держится просто замечательно. Спокойно, 7 дней я могу ходить, и лак совершенно не стирается даже с конь. И с самым простейшим движением мы с вами начинаем наносить нашу базу на ноготки. Я начну с мизинчика, спокойно провожу и крашу так все ноготки. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы нанесли нашу базу вот эту, то есть ноготки у нас немножечко так заблестели. База сохнет у нас очень быстро, поэтому после того, как вы нанесли на две руки базу, вы сразу можете начинать красить первую руку. Засыхает она моментально, буквально там за 30 секунд, даже быстрее. Итак, теперь я покажу вам два лака, которые я буду использовать. Значит, первый лак у нас пойдет вот такой вот лак от Golden Rose. Это моя новая покупочка, я купила его только сегодня. Оттенок у него 35, то есть вся правая рука у меня будет полностью вот таким вот цветом черным. И на среднем и безымянном будут по две стразинки. Стразинки я использую вот такие вот красивые серебристые. Вторая рука левая у меня полностью, точнее не полностью, вот этот и мизинец у меня будут черным. А безымянный и средний палец я накрашу белым лаком, вот таким вот от Sully Hansen в номере 300. И на этот белый лак я использую вот такие вот красивые наклеечки серебряные с черным. Поэтому я думаю, что все вместе это будет очень гармонично и красиво смотреться. Итак, начнем, посмотрим, что же у меня получилось. В процессе окрашивания вот после первого слоя, смотрите, лак может где-то ложиться неровно, да? Особенно вот такие белые цвета. Черный тоже он вот мне как бы кажется плотным, но на самом деле он может ложиться тоже неплотно. Вы не переживайте, в любом случае во второй слой у вас все ляжет идеально. Давайте нанесем и посмотрим, что получилось. Ну вот, девчонки, после уже второго прокрашивания, да, мы видим, что лак уже ложится более плотно и более хорошо. Итак, теперь я немножечко жду, пока лак высохнет. И начинаю клеить на белые мои вот эти ноготки вот такие вот наклеечки. Вот эти вот серебристые, красивенькие. И на два вот этих ноготка буду делать вот эти стразинки. Ну вот, что у нас получилось после того, как мы нанесли вот эти вот наклеечки. Довольно-таки, в принципе, мило. Очень красивенько так, они красиво переливаются. И здесь мы нанесли стразинки. То есть вот, что у нас сейчас на данный момент получилось. Теперь мы должны с вами нанести вот такую сушечку. Я буду использовать сушку от Faberlic. Опять же, вы можете использовать совершенно любую сушку. Я люблю эту, она быстро сушит и мне она очень нравится, качественная. Вот. А, кстати, вот эти стразинки я наносила вот таким вот клеем от Ириск. Nail Clay. Для типсов он идет и вообще, в принципе, для любого. Здесь идет кисточка. Вот такая вот. Поэтому очень удобно. То есть спокойненько вы нанесли, сколько вам нужно клея, капнули на ноготь. И очень быстро схватывает. Итак, теперь наносим сушечку. И в итоге смотрим уже готовый вариант, что же у нас с вами получилось. Точнее, как уже заблестит наш маникюр вместе с этой сушкой. Ну что, вот у нас что с вами получилось. В принципе, довольно-таки неплохо. Первый раз решила сделать именно вот такой вот маникюрчик. То есть давно уже не делала вообще темных цветов на своих ногтях. И, в принципе, могу сказать, что мне даже очень понравилось. Единственное, что я сейчас кутикула выглядит очень такая больная из-за того, что я ее сейчас обрезала всю перед началом маникюра. Немножко даже себя повредила. Так что всегда будьте осторожны, если вы пальчики, опять же, обрезаете кожу с кремом. Ну, надеюсь, вам тоже понравился этот маникюр. В конце этого маникюра у меня сейчас кутикула маслянистая. Я нанесла вот такое вот масло. Масло для ногтей, питательное с витаминами. Это у нас от Белита Витекс. Масло очень мне понравилось, кстати. Маслица очень хорошее. Большой объемчик. Очень удобная кисточка. Пожалуйста, как бы спокойно проводите по ногтевой пластинке, по ноготочку. И у вас увлажняется он. То есть вот такое вот маслица. В нем у нас получается... Сейчас вам скажу, сколько... А может быть и не скажу. Ну, в общем, оно не маленькое, оно большое. Мне оно очень понравилось. Спасибо большое за то, что смотрели это видео. Спасибо большое, опять же, за то, что оставили мне такой запрос. Мои подписчицы огромное спасибо. Очень за это благодарна. Видите, вместе с вами сейчас сделала вот такой вот маникюрчик. Надеюсь, даже если он вам понравился, кто-то из вас повторит что-то подобное. И, девчонки, у меня к вам большая просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно такого рода видео с моими маникюрами. Какие у меня могут быть идеи, да, что я могу придумывать. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли мне делать такое видео, выпускать на канал периодически или не стоит. От этого будет тоже многое зависеть от ваших комментариев. Я всех целую и обнимаю. Спасибо всем большое за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.